Нарбукалфа. Время. Самая актуальная информация. К этому часу в студии Арина Мирная. Здравствуйте. До конца года в Башкортостане отпразднуют новоселье дольщики сразу нескольких проблемных объектов. В декабре сдадут два многоквартирных дома в жилом комплексе Новобулгакова у Фимского района и один в Серебряном ручье Демского района столицы. Об этом на строительном часе сообщил председатель Госкомстроя республики Марат Ахмадуллин. Ожидается, что ключи от новых квартир получат жильцы 9-го дома по улице Дагестанская в Деме. 10-й дом обещают ввести в эксплуатацию в начале следующего года. Продолжается заселение дольщиков Миловского парка. По словам Марата Ахмадулина, непростая ситуация сложилась со строящимся домом компании Уфа-Квартал в Стерлитамаке. Сроки его сдачи неоднократно переносились. Глава Башкортостана Ради Хабиров поручил администрации города определить окончательную дату завершения работ и передать жилье гражданам. Это касается и всех остальных проблемных домов. В настоящее время в Башкортостане 134 проблемных дома. 74 из них планируют достроить совместно с Федеральным фондом Дом РФ. Часть объектов уже получила предварительное одобрение. 43 многоквартирных дома регион намерен достроить своими силами. В Уфе определят подрядчика содержания территорий у Дома Республики и здания Крултая. Информация о новом тендере опубликована на сайте госзакупок. Повторный аукцион состоится 26 декабря. Согласно условиям, победитель возьмет на себя работы по содержанию территорий общей площадью 8 гектаров в следующем году. Предприятие должно следить за состоянием газонов, дорожек, ухаживать за деревьями, кустарниками и цветниками. Подрядчика выберет хозяйственное управление. Предыдущий аукцион планировался на 11 декабря, но он не состоялся из-за отсутствия претендентов. Максимальная цена контракта осталась прежней – 44 миллиона рублей. Прежде уборкой этой территории занимался уфимский МУП «Горзеленхоз». Контракт с ним истекает в конце декабря. В столице Турции, Анкарии, открыли представительство Башкортостана по внешнеэкономическим связям. В торжественной церемонии приняла участие официальная делегация республики, которую возглавил первый вице-премьер регионального правительства Илшат Тажетдинов. В здании представительства будет работать торговый дом Башкортостана. Здесь разместится постоянно действующая выставка товаропроизводителей из республики. Как пояснили в Госкомитете по внешнеэкономическим связям, башкирские предприятия смогут напрямую обращаться к представителю регионов Турции Геншхану Тунаю, который будет оказывать содействие при движении продукции на зарубежном рынке и помогать выстраивать отношения с турецкими компаниями. Безусловно, это одна из немногих локаций, где открытие представительства может принести оперативный экономический эффект. Но надо иметь в виду, что эффект будет только в том случае, если будут понятны четкие KPI и выставлены планы по их динамике, и оценка работников будет производиться, исходя из динамики этих KPI. Если же это превратится в очередную гостиницу для чиновников и переговорной комнаты, то деньги будут потрячены зря. В прошлый год взаимный товарооборот Башкортостана с Турцией составил почти 240 тысяч долларов. За 9 месяцев текущего года этот показатель снизился на 27% и равен 121,5 тысячи долларов. Из них экспорт составляет 118,5 тысяч, импорт – 3 тысячи долларов. В настоящий момент в Башкортостане работает 45 предприятий, которые были открыты совместно с Турецкой Республикой. В России планируют возродить систему медвотрезвителей. Социальные учреждения будут работать на балансе местных либо региональных властей. Об этом в интервью моей коллеги Светлане Стрельцовой рассказал один из авторов законопроекта депутат Госдумы Зарив Байгускаров. По словам парламентария, необходимость в медвотрезвителях назрела давно. По официальным данным ежегодно в России на улицах от переохлаждения в состоянии алкогольного опьянения гибнет около 10 тысяч человек. В Башкортостане порядка 100 жителей. Современные медвотрезвители будут работать по типу гостиниц. Здесь же граждане смогут получить медицинскую помощь. Планируется, что услуги таких учреждений будут платными. Это будет, кстати, не при полиции, как раньше было. Это будут социальные учреждения, это будет при муниципальном образовании, либо при субъектах Российской Федерации. Это будет платно. То есть за то, что они там ночлег представили, то есть гостиничные учреждения, они будут оплачивать около 2 тысяч рублей денег. Соответственно, я считаю, это нужно. И, кстати говоря, там будет сидеть фельдшер, будет человек осматривать. Если человек нуждается в медпомощи, будет вызывать скорую помощь и направляет в больницу. Отмечу, система медвотрезвителей была ликвидирована в 2011 году в ходе реформы МВД. Полную версию интервью депутата Госдумы Зарифа Байгускарова смотрите сегодня в эфире РБК УФА, сразу после вечернего выпуска новостей в 19.20. К этой минуте вся информация. Оставайтесь с РБК.